всем привет в этот весенний день мы находимся в москве в районе я забыл перова короче метро перова и здесь забрал я в общем за кусок около 14 системников разной комплектации в разном состоянии черных корпусов тоже много достаточно также есть мониторы полу живые принтеры но в общем всякая фигня целая куча всего также два ноутбука отдали комплектных зарядками еще что-то отдали целую коробку комплекту здоровенную килограмм 10 весит отдали в общем сейчас буду выезжать домой все это разгружать поднимать все в квартиру и давайте будем смотреть что же нам удалось заполучить за такие деньги скажу как мне достался написал мне подписчик ну или зритель в общем канала на почту говорит что у них офис есть вот это вот все говно стоит она не нужно и можно забрать за символические деньги но я естественно сразу же поехал как была возможность и забрался ну давайте вернемся и посмотрим когда это все уже будет стоять дома в общем друзья добрался до дома затащили мы с другом все эти компьютеры на пятый этаж вот собственно все системники их 10 штук именно системников также стоят три монитора и целая коробка комплекту самых разных я не знаю что там я еще не смотрел в общем вот системники можно начать вот с первого у которого нет крышки он не комплектный немного сейчас я снимаю с поэтому штатив не использую дергаться все будет изображение короче здесь у нас явно сокет 775 как мы видим описи экспресс есть но видеокарта здесь интегрированная так компьютеры все офисные здесь стоит планка оперативной памяти давайте глянем целый 12 мегабайт ддр 2 оперативка кулер стоит соответственно вроде еще живой без люфтов охлаждение от 775 здесь у нас имеется dvd и привод но единственного этого корпуса нет крышки поэтому скорее всего он будет не будет задействован в каких-то сборках далее есть вот такой компьютер все корпуса дико грязные их надо всем умывать вычищать подкрашивать места где они царапаны здесь скорее всего привод стоит да кнопка нажимается здесь есть кардридер флопик ну сам корпус целый здесь была наклейка виндусовская не знаю что с ней случилось либо она как-то выгорела или что-то такое так свет отключается периодически сейчас давайте я вскрою крышку посмотрим что друзья здесь тоже 775 стоит уже с видеокартой это был мажорный компьютер наверно в то время я пытаюсь посмотреть что за карта ну не написано затычка офисная с пассивным охлаждением тоже имеется ддр 2 оперативная память тоже на 512 мегабайт я уверен так да все верно 512 мегабайт так она стояла вот в этом слоте ну можно 2 по 512 воткнуть будет гик странно было собирать в то время офисные компьютеры с 512 мегабайтами оперативной памяти когда ддр 2 она была не особо дорогой в то время и можно было гик в общем засунуть же жесткого диска здесь нет есть флоп есть привод привод не знаю какой там заглушка стоит в общем внутри вот так даже батарейка на месте все подключено просто сгорел блок питания у людей вот вот два компьютера оба всем всем пятки оба с идентичными материнскими платами что тот что этот вот смотрите абсолютно одинаковые давайте дербанить следующий смотреть что там следующий пока в белом корпусе он был вот в таком ой упал вот в таком белом корпусе корпус убит вообще в усмерть не думаю что его можно будет куда-то применить здесь тоже семь семь пятка стоит со стоковым большим таким массивным радиатором охлаждения вентилятор тоже живой вроде бы точно такая же видюха затычка с пассивкой как в предыдущем компьютере и вот эта интересная плата сейчас я покажу вам она на камеры похоже видеонаблюдение это карта видеозахвата либо этот компьютер использовался под видеонаблюдение в общем я оперативная память я тоже думаю здесь не более 512 мегабайт давайте посмотрим ух ты ж нихрена себе так сейчас покажу вам тупая камера вонючая камера фокусируйся 2 гигабайта короче этот тупорыл и люми не фокусируется извините 2 гига короче планка охренеть а нет 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 или да ну короче написано 2 гигант учат 106 сверху написано может это было кит 4 они на 4 планки не будет вага короче написано 2 гб я не знаю это круто если действительно 2 гигабайт на 2 гигабайт на линейка ddr2 можно будет собрать человеческий компьютер на 775 это только третий компьютер друзья которые мы исследуем видюха тоже затычка но вот эта плата для видеонаблюдения очень полезная вещь можно повесить на нее уличной камеры дешевые купить какие-нибудь и дома у себя устроить сервер видеонаблюдения в принципе без проблем то есть будешь видеть где твоя машина стоит там двор постоянно будет сниматься правда хард для этого нужен минимум на терабайт жесткого здесь нет привод есть не прикручен вот так болтается ладно бог им давайте перейдем к тому замызганному краской вот к этому системнику их друзья мои друзья в этом корпусе таился мой любимый 478 сокет с классическим вариантом охлаждения процессора с двумя линейками оперативной памяти я уверен что они по 256 мегабайт вот давайте прямо ради интереса 256 метров короче это камера кусок дерьма извините я не могу фокусировать короче по 26 мегабайт 2 абсолютно идентичные планки у меня планок по 26 метров лежит штук 30 и никуда их не применишь потому что они редко попадаются матерями матери с четырьмя слотами куда можно установить без всяких проблем 4 там допустим 2 по 2 парных оперативных планок оперативной памяти ладно бог не может быть и найдутся дальше еще 6 компов 512 надо дар 1 хотя вроде бы они все 775 также здесь есть винт даже ни разу не снимался заметьте извините вот заметьте сейчас я порву все порвал она была нирваная ни разу винт не снимался завода здесь стоит привод ни разу не снимался вот так блок пытания на 300 ватт и здесь у нас сидюк черный да наплевать принципе сидюк не сидюк главное что черный это для продажи очень полезная вещь также вот эти планочки корпус весь целый но его надо чем-то растворителем помыть он в краске видно красили потолки и также здесь метку сделали типа что-то не работает на нем пометили его то есть красной краской маркером краской тоже надо растворителем аккуратно это снять вот такой системничек абсолютно целый без вмятин в отличие от предыдущих отличный корпус у меня такой был я уже собирал в него я не знаю может кто-то а боже мой это же я первый комп а вот видос разборку компьютера закасали был точно такой же корпус если не ошибаюсь отличный корпус давайте займемся тогда еще следующими посмотрим сейчас все вот эти компьютеры и будем смотреть огромный пак комплекту который в коробке будем сейчас вот этот компьютер проверять боже мой я не верю своим глазам это пекарня тоже на 775 сокете но вы только взгляните на этот великолепный радиатор ice hammer с вентилятором который заклинил к чертям собачьим от пыли от всего остального я думаю это решится его снятием за прочисткой и смазку нанесем это же реально охренительно вся площадка под 775 также это переходная она подходит на md у меня был точно такой же ice hammer а чего в чем его особенность он подходил и на м дюхи и на с помощью площадке он подходил на 775 это было реально круто в то время это вообще офигенно было здесь стоит юсб хаб на 4 порта на 3 порта вернее и и 1394 один порт вот я прям вижу надпись саташный привод офигенно и real power мазов пока блок питания на 350 ватт такой красный агрессивный дизайн у него это прям круто оперативная память на месте давайте глянем что за зверь что за память правда вот так вот вытащим и аккуратненько я не буду вам читать потому что бессмысленно фокусировать это самсунговская планка на один гигабайт вот такая вот это ну короче такая планочка самая стандартная гигабайт на планка на ddr2 это офигенно друзья это просто офигенно что есть теперь у меня ddr2 есть целая куева туча матерей офигенно так 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 нельзя падать в общем посмотрели этот комп оперативку ладно я сейчас ставлю давайте к вот этому перейдем lg я определяю модель компьютера по вот сиди приводу это правильно друзья вы можете определить любой модель компьютера вот смотрите что здесь написано и это будет модель компьютера давайте друзья уберу этот компьютер посмотрим на тот друзья я просто в шоке это охренительный 478 по крайней мере видюха это 1000 x 1600 атишка на 512 мегабайт с доп питанием которая еще использовалась от флопа были на но не снимается уже от времени все прикоксилось короче она идет от флопа вот здесь оперативный память здесь стоит я думаю и и мало 512 метров но неплохо положу не буду вставлять обратно в общем принципе мать достаточно хорошая у нее есть sata вот здесь два интерфейса правда 2 2 гнезда под оперативную память asus всегда жиделись евреи делать нормально слотов на офисных матерях но вот это топовое охлаждение она огромное реально огромное охлаждение такая вот бандурина радиатор здоровый также имеется в стране джитал скорее всего на 40 гигов вот прям как в воду гляжу и есть привод так блок питания 300 ватт вот такая железка давайте посмотрим теперь вот этот компьютер этот компьютер опять классика это 478 у меня была по мать в а вот та точно такая же мать в одной из сборок здесь жесткий диск есть на 40 гигабайт интегрированная видеокарта дисковод имеется 350 блок питания какой-то sparkman в общем весь грязный пыльный просто ужас и две плашки памяти давайте посмотрим я уверен тоже что они по 256 мегабайт 11 никто не будет засовывать 256 256 обидно но тоже ничего вот такой еще 478 с радиаторами кстати вот здесь вот вот этот компьютер в принципе тоже ну вон весь целиком идет на нем я уверен стоит винда и он работает в принципе ему не с чего не работать единственно видеокарту кто-то уже утащил отсюда но здесь есть интегрированная в общем вот такой еще один очередной компьютер это седьмой осталось три компьютера давайте перейдем к вот этому вот вот этот корпус мне кажется уже явно не годится даже для бомж сборок он промят весь полностью крышка не держится выломаны вот эти передние морда она вся затерта вся засрата но я не знаю может быть при дефиците корпусов я соберу в него попробую как-то выстучить обратно это давайте снимем крышку ухты как я вижу это комплектный секундочку сокет 939 сто процентов либо 754 я сомневаюсь в работоспособности материнки потому что посмотрите на мост где вентилятор здесь просто шуба из пыли вряд ли он вращался скорее всего отвал моста здесь здесь имеется сато на материнке тут стоят три кстати плашки аж оперативки ддр 1 давайте скинем глянем что за память память очень важная вещь так планка 128 нифига себе это мусор планки на 128 даже в помойку стыдно выкидывать так это планка о вот это уже другое дело 512 мегабайт отлично и я почему-то уверен что вот это тоже 128 так 512 нифига круто круто все я теперь у меня теперь есть планки по 15 мегабайт что за видеокарта нам x м x 4408 а gp 8x 64 мегабайта с пассивным охлаждением вряд ли это карта с на что-то способны такое ну крутое потому что пассивное охлаждение нормальной карты никто никогда не поставит засратый радиатор 939 сокета либо 754 жесткий диск махстер на 40 гигабайт имеется и блок питания повар мановский ватт на 300 там мелким шрифтом написано не буду смотреть ватт на 300 он dvd привод тоже иде черного цвета неплохо в общем нормально оперативка есть отложу ее в сторону ну на 128 мегабайт можно бросить посуда потому что я не знаю что с этим корпусом будет в итоге потому что он весь убитый просто в говнище так осталось два системника посмотрим сначала верхней в этом системе кинас ожидал 478 застратый весь пылью просто весь два винта по 40 гигов вот они расположены здесь привод dvd белый по моему да нет сиди привод белый в общем отстой конечно две планки памяти давайте вангую по 256 мегабайт они вот прям вот по-любому 256 256 опять ненужная вещь потому что у меня их просто тьма а gp видеокарта здесь стояла судя по дырке то есть видеокарту сняли с него вот вот такая плюга когда я кручу просто жесть блок питания 350 ватт я по-моему уже сказал но корпус еще относительно живой чуть-чуть его подстучать и подкрасить пару мест где царапин оси серьезные вот такой вот это уже девятый системник все теперь в пыли здесь какой ужас зря я крутил вентилятор оперативки оставлю здесь вставлять не буду остался один последний компьютер давайте посмотрим его и перейдем комплектующим в последнем корпусе у нас не комплектный полностью разворованный 775 скорее всего неисправный так как вот эта надпись на крышке не очень радует вот на других компьютерах я такого не видел очень много зато радиатор охлаждением шикарный кошерный радиатор dvd привод айди черный отличный в хорошем состоянии ну пару шлейфов в принципе у меня просто сейчас тоже нехватка идея шлейфов имеется потому что сколько столько сборок уже было вот так если заведется эта мать в принципе неплохо опять же 775 у нас с пися экспрессы с ддр 2 оперативной память тоже кто-то уже до меня из него вытащил но корпус в принципе нормальный если заменить вот эти две сейчас покажу заглушки они вынимаются вот так вот она была проклеена на скотч здесь ну вы поняли короче я не буду раздербанивать его пусть пока так лежит вот как-то так ой 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 ломать не строить ладно надо просто даду заглушку найти похожую какую-нибудь вот сюда и привод сюда выдвинуть также от третьего от краски растворителем или чем-нибудь и и будет отличный компьютер также поганую наклейку и к спешке убрать отсюда будет все отлично вот все закончились сами системники давайте перейдем наверное к комплектующим которых целая коробка я не смотрел я не знаю что там там много всякой фигни должно быть начнем смотреть что в этой коробке первым делом здесь лежит самого верха сканер эпсон вот такой сканер кнопки pdf всякая фигня не знаю что у него с дровами под современной операционки и у него сломана петля по ходу да все понятно почему его отдали также не вот такая штука есть жалко у него нет под пленку или есть не знаю вот что-то похожее есть может быть можно пленку на нем оцифровывать не проявлено вот такой сканер эпсон жалко конечно можно присрать сюда обычную рояльную петлю купить в любом магазине ну в магазине все для дома там купить просто петлю вот так вот сюда одну рояльную и он будет работать принципе если конечно же есть драйвера под него свежие какого он нет но по юсб подключается я уверен есть дрова на него хотя бы под семерку потужу сто процентов дрова есть если бы он был лпт порта тогда конечно же сразу бы отпадала его возможность подключения к свежим операционкам коробка от материнки здесь ё-моё и в ней какие-то штуки так кардридер вообще нульцевый как будто нигде и не стоял вот это древняя сетевуха она в принципе вещь ненужная уже в наше время я не знаю куда это все девать надо куда-то это все пристроить потому что у меня целая коробка очень древнего железа который абсолютно нахрен не нужно запихнулось так видеокарта грызок какой-то так это eraser 3 pro 32 мегабайта сделано в венгрии наверно крутая штука в свое время была с отломанными лопастями вентилятора и разбитым вентилятором так дальше интереснее как говорится уже с dvi уже с s-видео это у нас винфаст px 7300 gs 64 мегабайта ни разу не встречал такую модель как же затрахал этот кот орущий вот такая видюха очередной dvd привод для ноутбука здесь видеокарты склеены скотчем блин как его разорвать сейчас отклеим просто так это у нас видеокарточка на 64 мегабайта скорее всего непонятно что за карта так что тут написано geforce 4 mx 440 64 мегабайта вот я прям угадал очень похожий текстолит цвет текстолита я держал в руках уже такие карты на 64 мегабайта а 440 так дальше уже интереснее вряд ли живая я уверен что она уже мертвая потому что они горели как сволочи последние эти карты в общем старая карта на PCI-Express так что это у нас 26 мегабайт она gv rx 165 p 266d гигабайтовская карта у нее в комплекте идет переходник DVI VGA полезная вещь переходник сразу отложу в сторону положил в сумку так но можно убрать обратно в принципе я думаю что она не работает друзья больше чем уверен что она не работает так вот тут забыл еще какой-то зеленый пакет не знаю что там там какой-то кулер и процессор 370 а это 462 AMD Sampron вот процессор и скорее всего боксовое охлаждение для него да вот это ублюдочное старое охлаждение которое ни хрена им дюхи не охлаждало такая вот на КПТ 8 у кого-то она была осторожно положу все обратно чтобы не загнуть ноги вот как бережно люди ой извините как бережно люди собрали железо прям вот круто с душой понимаете закрываем этот карабас переходим дальше так дальше у нас инструкция от чего-то книги от Эпсона от принтера похоже я в общем а это на системники кстати это на все системники документы и диски драйвера вот это все диски охренеть люди хранили даже диски круто такая полезная в хозяйстве вещь коробка открылась если посылки кому-то отправляешь сейчас я закрою коробку и продолжим продолжим дальше у нас здесь вот такой вот в стену был монтирован розетка с нерабочей кнопкой похоже ее выключаешь она включается круто круто это для бухгалтеров в офисах которые любят выключить нечаянно пилот вот так они его выключают он включается может быть в хозяйстве сгодится где-нибудь тут наподобие розетка еще одна тоже не работает вот это работает но у нее здесь снято вот эта вот конструкция саморезы я не знаю есть тут от нее или нет толстый кабель ё-моё что это за кабель такой это сетевой что ли или антенный вот кто знает отпишитесь в комментариях что за жирный жирный твердый твердый и не ломается в руке кабель может он полезный в хозяйстве а я его выброшу так дектовские телефоны офисные телефоны панасоник еще какой-то на батарейках наверное да все верно на батарейках ну можно аккумуляторный поставить вот здесь стоят кстати две аккумуляторных батарейки не потекшие может еще послужит мне у меня есть зарядка для аккумуляторных батареек дальше заглушка корпуса залман я вам сто процентов говорю не нужная нахрен вещь сразу на выброс новый аккумулятор для ноутбука даже не раскрывался интересно что за ноутбук но мне кажется своей емкости он уже потерял от HP от ноутбука Hewlett Packard Company абсолютно нулевый купили видно в офис для ноутбука и так он и не пригодился еще кусок кабеля это обычный двухжильный кабель саташечка вот это интересная вещь High Performance кроссовер интересно что это нифига себе круто круто это же это там как он называется короче в машине на пищалке ставить вот пищалки высокочастотные колонки маленького размера это не коммутатор вот черт возьми забыл слово именно вот сейчас я его забыл кросса ну как то его называют так короче это очень полезная штукенция с помощью нее подключаются пищалки буфер все можно соединить в машине охренительные вещи спасибо дальше у нас от Panasonic базовая станция где Panasonic попробуем ставить нифига другой Panasonic значит и не он хрен знает все понятно друзья сейчас я могу теперь весь дом Panasonic заполнить смотрите какой дисплей четкий у него красота вот ладно у меня с 1 начинает садиться батарейка давайте в темпе это все продолжим да ё-моё проще отключить здесь его а нет это питалово ладно бог с ним короче так ух ты целая куча мышей вот такая симпатичная мышка охренеть котик с котиком прикольная мышка без поламана наверное нет юсбишная офигенно офигенно девушка видно какая-то сидела в офисе с этой мышью пользовалась дальше тут питание еще одна мышь microsoft а не genius ну стандартная классическая мышка за 99 рублей так дальше куча кулеров с гулом я уверен блоки питания не у нас тут так ой блин ой блин ой блин сейчас второй откроется коробка откроется сейчас короче сегодня все не так у нас все падает блоки питания я хрен знает что это за блоки фпс 350 ватт еще одна мыша короче туда остались блоки питания мне я не буду их вытаскивать показывать потому что мне впадло тут целая куча телефонов я вижу вот в этой коробке целая хреново туча телефонов чуваки охренеть давайте перейдем на кровать и посмотрим на телефоны все сегодня не так все через жопу почему то идет посмотрим samsung galaxy s2 интересно там что то есть внутри ух ты ни хрена себе samsung galaxy s2 лежит охренеть да вы что шутите что ли оригинал смотрите сенсор целый может быть он включится даже ага конечно обязательно что то там еще лежит ух ты ни хрена себе это два в одном смотрите htc на андроиде первые телефоны круто но правда с разбитым в хлам сенсор смотрите с него даже пленку защитную не сняли вот она круто интересно что с s2 с samsung я бы себе его взял погонять хороший телефон к нему крышечка идет документы от него лежат но может быть с прошивкой у него проблемы это круто слушайте охренеть просто охренеть это htc можно заказать с али сенсор блин у меня фокус пропал вот можно заказать с али сенсор на него и думаю у разорублен уйдет точно такой телефончик сенсор я не думаю что дорого стоит он у него не должен быть спаян с дисплеем он отдельно снимается но galaxy s2 уже радует охренеть просто охренеть ё-моё nokia кнопочная светная с аккумулятором чувствую по весу может включится наш nokia нет разумеется nokia не включается охренеть просто жесть nokia звонилка у нее даже а я думал это камера нет ну круто philips сенсорный охрененно на андроиде скорее всего на втором ё-моё целый телефон целый телефон чуваки железный корпус у него полностью железный корпус камера 3 мегапикселя вот такой philips попробую включить но это конечно без толку это идиотизм нет он не включается разумеется тут еще телефон еще телефон один это htc desire у меня был точно такой же телефон тоже к сожалению с разбитым сенсором скорее всего он работает но разбитый сенсор блин конечно грустно охренеть просто это круто ребят это просто круто я не знаю даже что сказать вам galaxy s2 просто меня убил наповал сразу интересно что с ним не так телефон в свое время был очень достойный и тут целая куча телефонов фотоаппараты а нифига себе целый 58 00 express music охренеть топовый телефон 2011-2010 года это охрененный телефон два динамика стереозвук охренеть аккумулятор цел просто круто это я не знаю что сказать этот телефон рвал все телефоны в то время то есть всякие LG вонючие сенсорные это полноценный кпк вместе с ребят у меня села батарейка на телефоне во время съемки извините короче целый 58 00 убитая задняя крышка и не хватает стилуса этот телефон по сути не убиваем сломать его невозможно было единственное били дисплеи от них и то сенсор при этом выживал просто меняли дисплейчик внутри это круто если он хоть как то включится мне как раз нужна точно такая же батарейка вот точно такая же я хотел заказать на Али но слава тебе господи я не заказал ее она мне бесплатно досталась невздувшаяся охренеть чуваки спасибо тому кто собирал эту подачку для меня двухсимочный топовый филипс это филипс сенюм 333 топовая реально модель она держала очень долго батарейку в свое время но здесь как раз не хватает именно батарейки на ней также пятно на дисплее черное может быть дисплей сколот реально отличный ксениум также кто-то лазил в часть антенную и поломал пластмассу вот здесь я не знаю может если погреть феном вернется на место но факт в том что это сломано вот здесь ну бог с ним от него есть софт-тач панелька она реально софт-тач круто смотрим дальше телефон билайн звонилка 2010-х 11-х годов продавалась в салонах сотовой связи по 899 рублей знаю такой телефон потому что был его обладателем тут есть разъем для флешки я это точно знаю да вот сюда вставляется флешка вот тут есть изображение у меня был такой телефон полный кусок дерьма просто сраный кусок дерьма это не телефон это говнище поэтому никакой ценности он не представляет если только звонить кому-то там на рынке кто работает на рынке знаете всякие лица такие не славянской наружности им подойдет этот телефон а так это кусок дерьма реально вот даже даром это кусок говна так дальше дальше целый пак фотоаппаратов я не знаю что с ними но блин отдавать целые фотики это как-то вообще за такие деньги это у нас canon digital xsus 75 71 мегапиксель со вспышкой с огромным тонким дисплейчиком в общем кнопки все нажимаются ну естественно не включится сейчас нет он не включается но блин это круто это круто чуваки canon целый canon целый фотоаппарат в идеальном состоянии без вмятин без царапин дальше соневская камера 5.1 мегапиксель ну засратая просто в хламину засратая флешка memory stick здесь идет дуо не ну короче не стандартная флешка а соневская флешка так отъезжает объектив да он уже отъехал круто 3x оптический зум была бы еще стабилизация я писал на него видосы очень тонкий фотоаппарат вот такого размера я не знаю наверное это видео будет идти час просто распаковка анбоксинг мусора часовой выпуск я уже стал круче транзистора транзистор завидуй мне мне не приходится лазить по помойкам мне это отдают так вот фотик еще так короче вот я договорился видите как карма быстро приходит на место это и ставит тебя на место верней фотик не пострадал все нормально ладно извини транзистор я пошутил ты круче так еще один фотик sony тоже 7.2 мегапикселей с той же серии с тоже убитым просто в хламину дисплеем и а это похожие фотоаппараты прям вот реально они очень похожи я думаю что аккумуляторы у них уже давно мертвы у этих фотиков вот такой еще один фотоаппарат 7 мегапикселей аккумуляторы от них есть вот не вздувшиеся в принципе я естественно попробую их зарядить посмотрим что из этого получится тут еще пак телефонов дальше я кстати даже не заметил сразу фотоаппарат samsung zoom 5x 28 миллиметров угла обзора смарт аудио ух ты двойная стабилизация изображения написано может быть это то что мне нужно друзья сколько же он мегапикселей сколько он мегапикселей нигде не написано но он убитый просто в дерьмину просто в хлам убитый фотик он весь весь убит но кнопки все все работает то есть по сути срать в каком он состоянии если он будет выполнять свою функцию больше ничего и не надо я наконец смогу снимать не на свою дебильную люмию а на нормальный фотик где есть стабилизация и где можно снимать держа в руках то есть его не переживая и где нормально фокус будет настраиваться в отличие от моего телефона тут комплект зарядок к ним к автоаппаратам вот canon зарядка где-то еще что-то было зарядка для sony да что ж такое то у меня постоянно падает штатив цифровик canon еще старее а нет нифига себе 16 мегапикселей написано оптический зум 5x так давайте попробую сфокусировать все таки свою тупорылую камеру вот теперь понимаете почему я хочу снимать на нормальный фотоаппарат потому что качество моего видео сравнимо с качеством телефона белая на 100 который я 5 минут назад вам показывал больше похоже на говно а не на видео в общем вот такой фотик он мой телефон не хочет фокусировать canon 16 мегапикселей естественно не включится так флешку вот батарейка от него давайте попробуем а почему нет так по приколу чисто похоже я его не так ставлю теперь он не хочет вылезать оттуда давайте попробуем вот так вот так он зашел ну надо быть идиотом чтобы думать что он включится конечно же он не включился я идиот вот от него зарядка блин сломали ус ну что же за люди то такие взяли и сломали ус один ладно хрен с ним у меня есть лягушка у меня есть лабораторный блок я могу заряжать ими ну вот что за кощунство ребята дальше у нас классика телефон один в один как у меня второй мой телефон с таким же убитым в говнище корпусом как был мой телефон убит вот даже сим карта мегафоновская старая есть двадцать шесть десять да телефон да двадцать шесть десять как я угадал ладно будет валяться как донор может быть с моим что-то случится потребуется материнская плата классические телефоны nokia с резиновой клавиатурой которая стирается в говнище как здесь вы видите вот клавиатура вся вздулась она похоже лежала на солнце все выцвело nokia это тридцать один по моему что-то какая-то модель я не помню не тридцать один десять а этот вообще одиннадцать двенадцать да совсем я тупой стал старый не помню вот этот с аккумулятором кстати нифига себе может быть он попробует включиться а хрен там было они лет двадцать наверно лежат там в этой коробке короче два идентичных телефона вот этого состояния гораздо лучше это объективно даже это видно что у него состояние лучше можно заказать по рублей тридцать вот эти подложки с али и можно даже мордочку заказать за сотку ну блин тратить сто рублей на телефон не имеет никакого смысла так еще телефон ух ты ни хрена круто какой samsung такого у меня никогда не было даже в руках не держал с вот таким пухлым дисплеем я помню такие модельки у меня у знакомого был когда мы в школе учились в классе в седьмом у него был такой телефон меня прикалывало что у него вот так дисплей приподнят вот здесь ничего такая штукенция так блин аккумулятор даже не вздулся от времени это просто охренеть я думаю если их подразогнать лабораторным блоком они еще послужат эти аккумуляторы нет опять же не включается ну очевидно зарядки все к ним есть все комплектно это реально круто чуваки это охренеть как круто сейчас я положу все что здесь лежало так 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 вот так вот так вот так сейчас и король номера тадэм тадэм тэм 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 galaxy s2 у нас в барахолке недавно чувак спрашивал модуль дисплейный на galaxy s2 до 2000 рублей был готов купить этот модуль охренеть какое совпадение так давайте уберем коробку следующая коробка длинк давайте посмотрим что в ней ёкарный бабай это охренеть просто это склад комплект ух чуваки оперативная память сто процентов давайте дербанить я уже в настроении я охренел от такого подарка судьбы 512 от души вообще ддр1 512 мегабайт юсб дополнительные термуха термоклей нет ну короче термуха алсил засохшая намертво термуха алсил еще наверное не засохшая нет не засохшая рабочая термуха можно пользоваться спасибо от души вообще шлифа флопе нахрен не нужные можно сразу выбрасывать их так пультик от чего-то смотрите как будто здесь мне положили какую-то приставку на windows это пультик от windows теперь я могу управлять windows пи-бим 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 круто с экпортом работает на одной таблеточке достаточно одной таблетки и пульт будет работать не знаю от чего этот пульт но да бог с ним так для старых ноутбуков карточки вай фай походу а нет это 3g да или нет или я ошибаюсь не знаю что это короче это либо вай фай либо хрен знает лан пк-карт как она все я понял вот сюда вставляется шлейф выводится гнездо сетевой карты что ли и выделенку вставляешь витовитую пару в него охренеть раритет я таких вообще в руках не держал никогда в жизни что это такое у нас тут процы похоже это процы куча процов очень аккуратно и бережно кто-то их складывал но я по варварски их открою амд 462 амд 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 462 462 опять же амд 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 вот такой процок самый такой типичный но ничего неплохой еще походит так теперь я король 462 сокетов получается ё-моё это что оперативная память что ли как же бережно сис админ все это запаковал чувак если ты смотришь меня ты красавчик ты красавчик вот эта память что это 512 мегабайт кит 2 по 256 DDR400 жалко не на 512 я что-то прочел бегло подумал 512 это 256 мегабайт планочка а еще одна на 256 ну короче 2 по 256 с вот таким крутым радиатором охлаждения зачем он нужен на DDR1 я не понимаю DDR2 похоже да на 512 мегабайт 667 охренеть DDR2 2 гигабайта вот это поворот вот это вообще просто подъехала удача спасибо так DDR1 на на хрен знает сколько не написано это так ну да да DDR1 не написано на сколько скорее всего 128 я вот прям чувствую охренеть просто вот это подгончики это у нас же Скарь Кваунтим Фаерболл скорее всего гигов на 10 наверное да 10 и 2 гига вот написано не знаю для коллекции будет лежать я вот и говорю я не знаю куда это старое железо задевать кому оно нужно флопы раз флоп два флоп и жесткий 4 и 3 гигабайта тоже не знаю зачем его можно применить в 2017 году и куда его можно применить также у нас имеется три сато провода в отличном состоянии тоже мне очень полезная вещь куча шариков для шариковых мышей блин зараза я хотел показать вам как я жонглирую ими но не буду короче я теперь могу заниматься жонглированием они очень тяжелые вот такая железная вставка внутри прям вот кинуть кому-нибудь в лоб и дальше вентилятор такой крутой вентилятор мощный прям охлаждение 462 сокета вообще почти новое но один раз видно поставили и все оно и идеальном состоянии жалко матерей у меня наверное не будет никогда под 462 сокет так убитый вентилятор это пга 370 а нет тоже 462 тоже да 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 вот такие дела и тут короче привод сидюшный я думаю 52 скорости да вообще древнее даже и куча айде шлифов это круто товарищи новый саташный вот здесь лежит у нас в пленке все это коробка опустела все шлифа доставать показывать я не собираюсь это маразм какой-то так что давайте перейдем еще это не все друзья если вы смотрите наверно уже 40 минут этого видео это еще не все еще у меня в машине лежат три принтера я их не поднимал к сожалению сейчас не хотел заморачиваться с этим в общем пока покажу два ноутбука которые еще достались вместе с этим всем за тысячу рублей первый ноутбук юлет пакард у него сломана петля одна поэтому надо очень бережно его открывать вот боже все короче сейчас он лопнет петля такой хиллит пакард скорее всего второй пентиум я уверен сейчас покажу вам вот как Продолжение следует... 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 Сейчас сказали, почему я не показал мониторы Я просто забыл банально И вот эти компы, соответственно Я их обратно выставил к стенке Все, друзья, теперь точно всем пока Спасибо за просмотр Ждите, я думаю, интересных видосов По восстановлению, чистке вот этих корпусов Когда я их буду Приводить в божеский вид И будем продавать все эти компьютеры Всем пока, друзья